В эфире программа «Что произошло?» Здесь нет государственного заказа и политической агитации. Здесь только реальная жизнь. В общем, добро пожаловать в Россию. За минувшую неделю в нашей стране опять не произошло ничего хорошего. Поток негатива льется на силовиков. Однако виноваты в этом они сами. Межнациональные конфликты разгораются все сильнее и сильнее. А по окраинам начинаются политические войны. Итак, поехали! Начнем со страшной трагедии в крымском городе Керчь. Здесь, в здании местного политехнического колледжа погибло 20 человек. Еще больше потеряли здоровье на всю жизнь. 17 октября в 11.45 в политехническом колледже города Керчь произошло массовое убийство. 21 человек погибло, а более 50 пострадали. По данным спецслужб, 18-летний студент этого колледжа Владислав Росляков сначала расстрелял из своего официально зарегистрированного ружья однокурсников и преподавателей, а затем взорвал здание. В первые часы после трагедии насилок на всех не хватало. И потому некоторых пострадавших выносили из здания на дверях. В больницах не хватало медиков. Врачам помогали студенты. Подозреваемого нашли застреленным на втором этаже учебного заведения в библиотеке. Он был зачислен в колледж в 2015 году. Недавно он купил ружье и 150 патронов. Молодой человек вел скрытный образ жизни и давно удалил свои страницы из всех в соцсети. Несмотря на то, что глава Крыма Аксенов поспешил заявить, что виновник трагедии студент, мягко говоря, психически неадекватный, силовики не так категоричны. Они отрабатывают и другие версии. Если будет определено, что были сообщники, если будут определенные цели, которые преследовали преступники, цели, носящие собой их, как последствия их членства, либо их участие в каких-то организациях, экстремистского толка, либо другого толка, направленного на общественный резонанс данного преступления, правильные органы отрабатывают все возможные версии, варианты. И с учетом того, что столько много жертв вследствие огнестрельных ранений. А был ли мальчик? И если он даже и был, то был ли один? Решайте сами. Только сначала посмотрите это видео. Сюда! А теперь перенесемся в Ингушетию. О том, что же сейчас там происходит в нашем обзоре. Кадыров грозит Ингушетии войной. Ингушетия отвечает Майданом. Все напряженнее становится обстановка на границе Чечни и Ингушетии. Причина – это отказ народа Ингушетии признать соглашение об обмене части территории республики на территории Чечни. Как известно, главы двух республик подписали соглашение еще 26 сентября. Однако еще до этого в Ингушетии начали собираться митинги протеста, которые подавлялись полиции. В последнее время протест только нарастал. В Магасе стало собираться на протестные акции все больше людей. На Медне полиции уже пришлось стрелять в воздух. Тем временем депутаты Ингушетии, в отличие от коллег из Чечни, отказались сертифицировать соглашение. 15 из 24 депутатов выступили против предусмотренной документом границы, а еще четверо испортили бюллетени. Такое поведение Ингушетии вызвало резкую реакцию главы Чечни Рамзана Кадырова. Как сообщают СМИ, он сделал заявление на чеченском языке в эфире ГТРК «Грозный», где приступил к угрозам. В частности, он предложил Ингушам не создавать себе проблем и выразил готовность воевать. Интересно, что президент Ингушетии Юнус Бек Евкуров утверждает, что соглашение все же было ратифицировано парламентом Ингушетии. Так или иначе, в Магасе объявили о начале бессрочной уличной акции протеста. Власти Ингушетии вынуждены были согласовать проведение митинга протеста в период с 8 по 15 октября. Мероприятие против подписанного президентами двух республик соглашения проводит Совет Тейпов Ингушетского народа. Евкуров заявил, что протестующие создали проблему на ровном месте и что обмен территориями равноценен. Ингушетия, по его мнению, от этого ничем не проиграла. В соцсетях и СМИ сообщается, что власти Ингушетии потребовали закрыть кафе для митингующих, а также не кормить их бесплатно. Это требование народ проигнорировал. В кафе по-прежнему кормят митингующих, а в магазинах не берут деньги с них за товар. Те же, кто не участвуют в протестах, привозят протестующим еду и воду. Бойцы Ингушетской Росгвардии уже молятся вместе с народом на площади, где стоит Майдан. И по сообщениям блогеров, аналогичные подразделения из других субъектов Российской Федерации на территории республики не пропускает Ингушетский ОМОН. Справедливости ради стоит отметить, что в последнее время митинги в Магасе проходят несколько реже, чем раньше. Однако это не означает, что протесты не разгорятся с новой силой. И как раз в тему в Телеграме в одном из каналов появилась так называемая карта России, которая объясняет, что произойдет со страной в случае развития ситуации. Сейчас попытаемся перевести ее на русский язык. Так что же хотел сказать автор? Итак, вот это нормальная карта России. Красным цветом мы выделили национальные республики. Вот они. Они делят страну на три отдельные территории. Развиваем тему. Это Свердловская область. Здесь в 1993 году была образована так называемая Уральская республика. Просуществовало сие государство полгода. А потом было расформировано под давлением Кремля. Однако все документы сохранились. А все функционеры до сих пор в политике. А то, что вы видите сейчас, это так называемый проект Большой Урал. Мы его выделили желтым. Его развивало открывшееся в Екатеринбурге в те же годы Американское консульство. И что же в таком случае остается России? А вот что. Впрочем, это в самом лучшем случае. Если нигде больше сепаратные конфликты не заполыхают. Проблема не в наличии самих межнациональных конфликтов, которые вполне возможно, что всегда были. И вполне возможно, что всегда будут. Проблема в том, что наша коррумпированная власть мало заинтересована в адекватном решении данных конфликтов. Более того, скорее всего, она заинтересована в том, чтобы они были и искусственно создавались. Именно поэтому у нас присоединен Крым, а не вся Украина с Белоруссией ради того, чтобы уврачевать недоразумение 1991 года, совершенное Борисом Николаевичем Ельцином. Будем надеяться на разум высших должностных лиц нашей страны и на грамотную политику. Не только внешнюю, но и внутреннюю. О том, чем занимаются те, кто эту политику должен осуществлять. О том, в каких регионах ветра перемен дуют, а где наблюдается деньгопад. Обо всем этом в очередном выпуске «Политпогода» с Ксенией Форовой. Хорошая погода нынче в Воронежской области. Здесь приближенные губернатора Александра Гусева спускаются с неба на золотых парашютах. На Медни Гусев отправил своего заместителя Юрия Агибалова на пенсию. Чиновнику полагались выплаты в 300 тысяч рублей. После скандала в СМИ чиновника обратно приняли на работу. Однако выплаченные деньги он не вернул. И более того, возглавил комиссию по борьбе... Как вы думаете, с чем? С коррупцией все верно. А в Липецкой области дуют ветра перемен. Новый губернатор Липецкой области Артамонов впервые выступил перед чиновниками. Но все лавры славы у него отобрал экс-губер Королев. В затянувшемся выступлении он не только похвалил самого себя, но и пообещал никуда не уходить из региона. А в Челябинской области ожидаются магнитные бури. У губернатора Бориса Дубровского, похоже, так заболела головушка, что он даже выступил с весьма интересной инициативой, до которой нормальный человек даже и додуматься не может. Он предложил снизить ставку транспортного налога для пенсионеров. Одна проблема. Коснется это только машин в 150-180 лошадиных сил. Кажется, что Дубровский настолько далек от народа и считает, что пенсионеры могут позволить себе только дорогие и мощные авто. Ну да, представила себе такого пенсионера. А в Санкт-Петербурге весьма переменчивая погода. Временно исполняющий губернатора города сомневается в своем участии в выборах главы в 2019 году. И это при том, что в «Единой России» уже заявили, что поддельно Беглова. Мол, не тревожься, подожди, паренек. Осталось только подождать, когда он определится окончательно. Пока мы увеличиваем расходы на силовые ведомства, в регионах катастрофически не хватает денег. Вот вам официальная статистика. Долги субъектов России к сентябрю превысили 2 триллиона рублей. Но это в общем по стране. Теперь по регионам. Субъекты Центрального федерального округа задолжали более 442 миллиардов рублей. Регионы Северо-Западного федерального округа задолжали более 216 миллиардов рублей. В Южном федеральном округе назанимали более 238 миллиардов рублей. Похоже, что самые маленькие долги на Кавказе. Северо-Кавказский федеральный округ должен всего лишь около 70 миллиардов рублей. Рекордсменом является Приволжский федеральный округ с долгом более 552 миллиардов рублей. Уральский федеральный округ скорее середнячок с долгом 132 миллиарда рублей. Области Сибирского федерального округа должны 327 миллиардов рублей. Ну и наконец Дальний Восток должен 172 миллиарда рублей. Среди них рекордсмены это Московская, Нижегородская области, Татарстан, Самарская область, Свердловская область, Мордовия, Республика Саха, Хабаровский край, Удмуртия и Петербург. На что же идут занятые деньги? Сейчас разберемся. Дураки и дороги. Извечная проблема России. К сожалению, в 21 веке ситуация ничуть не изменилась. И представители первой проблемы закапывают деньги во вторую. И потому до сих пор у нас в стране ямочный ремонт намного выгоднее капитального. Латать-то асфальт приходится ежегодно, а то и по несколько раз в год. О том, сколько денег ежегодно тратится на весь дорожный ремонт по всей стране, статистика, к сожалению, умалчивает. Однако в одном только Крыму в прошлом году отремонтировали 53 километра дорог и потратили на это более 21 миллиарда рублей. В Омске закидать дешевым асфальтом один квадратный метр дороги стоит 1400 рублей летом и 1800 зимой. Так почему же, несмотря на колоссальные траты, дороги наши никак не становятся лучше? Это мы рассмотрим на примере города Улан-Удэ. Здесь в текущем году собираются закатать в асфальт еще 20 миллионов рублей. Состояние трасс обсудили на гражданском форуме. Оценку дали неудовлетворительную. Продолжают наши коллеги из телекомпании Тиви Ком. Советы обучиться навыкам фигурного вождения. И шутки про две главные российские проблемы так и останутся актуальными, пока остаются дыры на дорогах. Ямочный ремонт с приходом тепла. Автомобилисты ждут его как манну небесную. С наступлением холодов вновь разочаровываются. Выбойны остаются, но и то, что залатали, доверия не внушает. Мост через Уду. Десятки жалоб на то, как сделана дорога на этом участке. Ну, во-первых, все не так. Я не буду говорить о технологии проведения ямочного ремонта, я буду говорить по срокам. На ликвидацию ямы на сегодняшний день отводится сроков всего лишь навсего до 14 дней. Максимум две недели, чтобы убрать яму. Причем делать это власти должны даже не по обращению граждан, самостоятельно мониторить состояние городских дорог. Когда есть подрядчик, мы можем это делать. Когда нет подрядчика, то есть на стадии торгов или определения финансирования, тогда нет, мы не сможем делать. С начала года на ямочный ремонт потрачено 11 миллионов рублей. Еще 8 разыграли. Работу обещают закончить до 1 ноября. Сейчас главное успеть подготовить хотя бы центральные улицы. И по факту практически все лето ямочный ремонт не выполнялся, не производился. И вот только сейчас начали выполнять ямочный ремонт. Но ямочный ремонт выполняется, он не только на магистральных улицах города Уламы, он должен быть выполнен на второстепенных улицах. На второстепенных улицах они не успеют выполнить ямочный ремонт. Почему? Ну, элементарно, не позволят погодные услуги. На сегодня все. В студии работал Евгений Анисимов. Смотрите программу «Что произошло» в эфире Крик ТВ. Регулярно заходите на наш сайт крикньюз.ру. Там вы найдете много интересного. Звоните нам в редакцию по телефону 8 343 290 2390. Ищите на соцсетях, подписывайтесь на наши группы и на наш канал в Ютубе. Добавляйтесь в друзья. Сообщайте новости. Увидимся через неделю. Наверное.